Когда жить-то, скажите мне, уже половину, не половину, но многие уже поумирали, кому купили квартиры. Но это же несправедливо. Мы в каком государстве живем? Для чего мы выбираем власть, чиновников? Сотни дольщиков не могут дождаться квартир пять лет. В Копейске собрались несостоявшиеся собственники жилья. Многие взяли с собой детей, ровесников долгостроя. Ты у нас уже был, мы ждали Женечку. Как раз мечтали, что вы, когда родится у тебя братик, мы переедем и у вас будет своя комната. Этого не произошло до сих пор. Жить в семье из четырех человек приходится в однокомнатной квартире. Ольга вместе с мужем выплачивает ипотеку. По словам женщины, деньги как будто уходят в воздух. Понимаешь, что ты платишь, платишь ипотеку, а въехать ты не можешь. И не понимаешь, когда у тебя будет конец. Что ты все-таки въедешь, получишь долгожданное жилье. Такие сборы дольщики долгостроя на Коммунистическом проспекте устраивают на протяжении нескольких лет. На сегодняшнюю встречу пригласили главу Копейска и других чиновников. Никто не приехал. Следить за толпой отправили полицейских. А чтобы обманутые дольщики не смущали остальное население Копейска, стражи порядка рекомендовали людям не доставать плакаты. А то, не дай бог, несанкционированный митинг. Несанкционированный митинг будет, если вы достанете плакаты, правильно? Вам же просто объясняют, что просьба без плакатов. Плакаты это что, беспорядки? Ну, всякое бывает. Нет, давайте без всяких. Бывает, как бы, плакаты это в порядке или беспорядке? Ну, вот, как вам правильно сказать? Скажите правильно. Это вы сейчас смущать будете народ, получается, люди будут ходить. Какой народ смущать? Обманутые дольщики написали письмо президенту, собрали десятки подписей. Люди предлагают увольня чиновников, которые так и не смогли добиться завершения дома. А здесь почему никого не под руки? Кто не занимается своей работой? Я предлагаю, Владимир Владимирович, всех уволить. И что пришли другие люди и сидели, как говорится, на своих местах, в своих креслах. И они делали что-то для народа. Для чего мы живем-то? Сроки по завершению строительства чиновники постоянно сдвигают. Теперь просят подождать еще год. Дольщики в возрасте боятся, что до долгожданного новоселья просто не доживут. Дмитрий Бачко, Азиз Хаджиев, 31 канал. Простых мы.